Привет, друзья! Сегодня я поделюсь своими впечатлениями после недели использования этой камеры. Расскажу о плюсах и минусах, которые я заметил. Также мы посмотрим на новый Color Science 5-го поколения. Сравним эту камеру с младшим братом, на котором мы сейчас снимаем 6К и со старшим Урсой. Ролики снятые на все три камеры я приложу по ссылкам внизу, чтобы вы смогли загрузить их, покрутить, посмотреть цвета, чтобы могли сравнить эти камеры сами и понять что-то для себя. Правда, у нас тут очень медленный интернет, поэтому если они еще недоступны, то вернитесь через пару дней, я думаю, они уже загрузятся и будут готовы. А в конце видео мы разберемся с вопросом, для кого эта камера, и стоит ли апгрейдиться, если у вас есть уже 6К или 4К. Начнем с того, чего все ждали в первую очередь. Встроенные ND-фильтры. Сколько времени и крутых кадров я потерял, накручивая фильтры на объективы. Например, здесь у нас была всего пара минут, чтобы снять нужный нам кадр. До того, как подъедет владелец и скажет, что мы можем здесь снимать, только заранее заблокировав место за 2000 долларов в день. Выбирать и накручивать нужный фильтр просто не было бы времени. В этой части мы сравним качественные покупные фильтры со встроенными и посмотрим, есть ли существенная разница. Я сделал несколько тестов на улице и на белом листе бумаги при идеальном освещении. Если на 2 и 4 стопах внутренние фильтры держатся отлично, то на 6 стопах цвета уходят в сторону зеленого. Сначала я думал, это экран зеленит. Кстати, да, он зеленит. Но до экрана мы еще дойдем. В принципе, это отклонение в зеленый цвет правится в течение пары минут на посте. Стоит ли это ускорению процесса съемки и лишние 500 долларов? Для меня ответ – да. Поворачивающийся и яркий экран ждали не меньше встроенных ND-фильтров. Blackmagic 6 камня выполняет задачу второй камеры после Урси. В основном я ее использую на Ронине. Хорошие выносные мониторы стоят от 500 долларов. И поэтому, когда Blackmagic анонсировали новинку, я захотел посмотреть, покрутить новую камеру, потестить, все ли так здорово, как они говорят. Сразу же перечислю несколько минусов, которые заметил после недели использования. Экран отдает зеленым цветом. На форуме компании говорят, что это должны поправить прошивки. А экран непривычный яркий, даже если убавить яркость. Плюс новый Color Science выглядит еще серей. Стало непривычно экспонироваться. Раньше я экспонировался по диаграмме и экрану. Иногда включал свой загруженный лут контраста, чтобы посмотреть на картинку. На 6K Pro свой лут мне не получилось загрузить, а местный лут выглядит очень зелено и грязно. Поэтому приходится экспонироваться в основном по диаграмме. Порой экран такой яркий, что даже в темноте, когда смотришь на него, кажется, что слишком светло. Это были минусы. В остальном же один этот экран убирает проблемы дополнительных выносных экранов сторонних фирм, где вам придется думать о проводах и батарейках для этих экранов. В общем, экономит время и деньги. Для меня жизнь батарейки никогда не была нуждой первой необходимости. Blackmagic 6K у меня всегда в клетке и питается либо от внешней NP970, либо от V-Mount, если нароне нет. Хватает на пару-тройку часов с питанием трансмиттера и фокуса. Но здорово, что ребята из Blackmagic подумали и о тех, кто не хочет строить клетку вокруг камеры. Тем более для новой камеры и клетки еще нет. Я сделал несколько тестов в идеальных условиях и в поле. В среднем батарейка держит 50-60 минут. Для сравнения, на стандартной батарейке младший брат 6K держит около 40 минут. Новый Color Science 5-го поколения. Если честно, сначала было непривычно, насколько все серо и неконтрастно. Даже на Урсе не так все серо. Чем-то напомнил S-Log Соньки, который я не очень люблю. Но после пары дней в DaVinci, сравнивая файлы Урсы 6K и 6K Pro, я оценил новый Color Science. Особенно, как мягче и киношней стали выглядеть хайлайты. И как естественней и не перенасыщенней выглядит красный цвет. Предлагаю вам заценить короткий ролик, который я снял на новую камеру. А после этого сравним цвета и разницу в возможностях покраски 6K, 6K Pro и Урсы. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, я как-то снимал обзор второго Mavic'а на этой локации и сравнивал его с зумом. Если интересно глянуть, то ссылка появится наверху. Давайте проведем с вами небольшой эксперимент. Поставьте видео на паузу и попробуйте угадать, какое из этих видео снято на какую камеру. Ну что, угадали? Я вот нет. А если не видна разница, то зачем переплачивать? Качественные камеры, способные снимать кино, стали стоить копейки. Теперь нет причин не снимать. А теперь к теме. После недели сравнения трех камер я пришел к выводу, что 5-е поколение Color Science изначально дает нам более плоскую точку старта для покраски. Бережнее относясь к хайлайтам, что дает нам больше гибкости на посте, особенно если вы любите промахиваться с экспозиции и не снимаете Blackmagic RAW. Я, например, вообще не снимаю в RAW, поэтому для меня это достаточно удобное обновление. На примере этого видео мы можем наглядно оценить разницу в хайлайтах и насыщенности цвета между 4-м и 5-м поколениями Color Science. Насыщенность выглядит более сбалансировано по всем цветам в 5-м поколении, когда в 4-м поколении Color Science красный всегда выделялся сильнее. Прежде чем подвести итог, хотел поделиться с вами двумя короткими историями. Неделю назад я был на съемках клипа для американской звезды, снимал там кадры с дрона. Так вот, они весь клип снимали на Урсу. И вторая история. Снялся недавно в новой рекламе Духовы для ГИАС. Не могу показывать фотки, пока не выйдет реклама. Так вот, они всю рекламу снимали на Blackmagic 6K. Это я к тому, что все больше серьезных проектов снимается на Blackmagic. И так мы плавно подошли к вопросу, для кого эта камера. Выпустив эту камеру, Blackmagic расширили базу своих потенциальных клиентов. За достаточно небольшие для мира кино деньги, вы получаете очень хорошее качество картинки и отличный функционал. Думаю, все больше людей будет рассматривать эту камеру в качестве второй камеры на съемках фильмов. Эта камера отличный инструмент для съемок клипов, реклам, документалок о коротких метрах. В общем, для всех тех, кто видит свое будущее в профессиональном мире кино и рекламы, но нет денег на всякие реды и Алекси. Хотя опять же, хочу повторить, все больше серьезных проектов снимается на Blackmagic. Стоит ли апгрейдиться, если у вас уже есть 4К или 6К? Скорее всего, у вас есть собранный комплект, линзы, клетка, фильтры. И если вас достало постоянно менять фильтры и смотреть в тусклый экран, и есть возможность купить новую камеру, я бы поменял, не задумываясь.